В Самару эта ласточка прилетела из Санкт-Петербурга. Как и положено осенью, птица быстрого полета отправится на юг, в Саратов. В первой поездке предстоит проверить, как она будет вести себя на довольно извилистом пути. Младшая сестра Сапсана удивляет высокими технологиями, делится машинист Олег Богданов. Чтобы освоить технику управления, он прошел специальные курсы у немецких специалистов. Кабина ласточки как центр управления полетами. Этот поезд очень умный. Он может ездить как на автоведении, на круиз-контроле, как обычная машина может задать ему скорость, и он будет ее скорость поддерживать. Что в тяге поддерживать скорость, что в торможении. Внутри вагона даже привычного стука колес не слышно. Первое впечатление – ласточка буквально взлетает. Движение поезд начинает плавно и практически бесшумно. Комфортно обещает быть вся поездка. В салоне установлены мягкие удобные кресла. Но главное удовольствие от пути – прекрасный вид на волжскую природу через огромное панорамное окно. За хорошую погоду в вагонах отвечает система климат-контроля. Но главное достоинство экспресса – его скорость. Она может достигать 160 км в час. К тому же не надо менять локомотив в Сызрани, что занимает обычно 40 минут. В итоге в Саратов ласточка прилетает за 5,5 часов. На 3 часа быстрее, чем самый скорый из имеющихся поездов. Саратовцы запуска экспресса очень ждут. В Самару ездят довольно часто и лишнее время тратить на дорогу не хотят. Я ездил к сыну в Самару. 6 часов за рулем. Лучше 5 часов в поезде, конечно. Я ездила на Самару. Все-таки ночью ехать с Красной – это лучше. Мне Самара вообще понравилась. Это большой, очень чистый город, очень большие дороги. Вообще я люблю Самару. Мне нравится. Она очень чистая, очень хорошая город. И люди там хорошие. Это нужная вещь, очень интересная. Самое главное, чтобы вам проект удался. Да. Ласточка действительно не похожа на привычные поезда. К примеру, чтобы попасть в вагон, не нужно ждать, пока двери откроются. Все решается одним нажатием на кнопку. Новый состав должен стать частью программы «Гивной экспресс» на Куйбышевской железной дороге. Развиваются мультимодальные перевозки. То есть пассажир, обратившись в кассу, в железнодорожную кассу, может купить одновременно железнодорожный билет на поезд и талон на автобус по установленному маршруту. Это достаточно интересная программа. Все для удобства пассажира. Приживется ли «Ласточка» в Самаре, покажут результаты и дальнейших испытаний. В планах пусти «Гивной экспресс» еще до Саранска и до Уфы. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.